МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Время для анекдота. Сосед выбросил елку слабак, еще не пришло. На дворе у нас февраль, и зеленых красавиц при полном параде еще можно встретить как на площадках, так и во дворах. Но уже не так часто. И не в таком приглядном виде, как эта елочка, которая и попадает в кадр с сегодняшнего дня. На протяжении длительного времени водители, которые оставляют свои машины на автопарковке рядом с пятым домом по улице Гусарова, наблюдают эту картину. Нет, не открытый, закрытый колодец. Но вот канализационных стоков в нем, что называется, хоть отбавляй. Выбегают они прямо из-под крышки, держат свой путь по направлению к тротуару и теряются где-то в сугробах. Ну а запах здесь стоит, как вы понимаете, непередаваемый. И никто этим колодцем заниматься не хочет. Сколько работники торгового центра, а также местные жители, не пытались найти его хозяина, пока их все попытки остаются безрезультатными. Всю зиму на проспекте Октябрят повторяется одна и та же коммунальная история. После уборки снега с проезжей части весь он оказывается на тротуаре. Вот и в минувший понедельник из-за того, что по пешеходной дорожке было просто-напросто не пройти, народ, можно сказать, бросался под машины. И вновь все закончилось хорошо. Теперь здесь и проезжая часть чистая, и по тротуару можно пройти. Тем временем на улице Льва Шатрова. Точно такая же история, но долгоиграющая. Пешеходные дорожки в этих краях заваливают снегом постоянно. Вроде еще вчера здесь можно было пройти, а сегодня снежное препятствие. Местные жители уже и не помнят, когда отсюда снег вывозили. Огромные кучи. То тут, то там. Даже не кучи, а просто горы какие-то. К примеру, во дворе 22-го и 24-го домов все по той же улице Льва Шатрова. Жильцы сталкиваются с ними, прямо выходя из подъездов. А ведь по правилам содержания, нашего, родного города. Снег после уборки нужно обязательно вывозить. Пермячка Светлана Хохлова в одном из магазинов купила курицу. А вот информацию о ней разглядела только дома. Оказалось, что птица 1913-го года выпуска. И срок годности у нее бесконечный. Вот Светлана теперь и не знает, стоит ли есть эту курицу или же лучше не рисковать. Ну а телезрительский кадр дня у нас от Вероники Бахаревой. Фото сделано рядом с кинотеатром. Экран и называется просто «Ручные голуби». Ну вот и все на сегодня. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Группа дежурной по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин